Что делать, если вы набрали на ЕНТ высокий балл? Во время учебы в школе проявили себя, активно участвуя в олимпиадах и занимая почетные места, но образовательный грант, увы, не получили? Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов проводит второй этап присуждения ректорских грантов. В этом году их выделено 50. Юлия Нагай – одна из счастливых обладателей второго шанса. Девушка мечтает учить детей английскому языку. Я решила поступить в этот университет, так как я хочу стать педагогом. Я выбрала именно английский язык, потому что английский язык сейчас очень востребован. Я владею несколькими языками – русским, казахским, английским и корейским языками. Я хочу поблагодарить университет за то, что дал мне возможность учиться на гранте. Я очень рада, что буду учиться в этом университете. Для того, чтобы получить 150 или 25% скидки на обучение по ректорскому гранту, необходимо вести по-настоящему активную школьную жизнь, участвовать в конкурсах, олимпиадах и, конечно же, набрать на ЕНТ хорошее количество баллов. К слову, и у тех, кто пересдает ЕНТ в августе, шанс поступить на ректорский грант все же есть. Правда, присуждать этому ученику грант или нет, уже будет рассматривать приемная комиссия. Если он получит на втором туре очень высокие баллы, это будет рассматриваться уже приемная комиссия. У нас есть специальная комиссия, которая рассматривает спорные вопросы. Поэтому поступающих очень много, и там уже идет ранжирование и обсуждение. КПДН обучают студентов по 34 специальностям бакалавриата и 15 дисциплинам магистратуры. Материальная база института отличная. Вуз оснащен всем необходимым для получения качественных знаний. Здесь есть укомплектованные кабинеты, спортивные залы, столовые и общежития. Для проведения досуга имеются Wi-Fi и большая электронная библиотека. А совсем скоро состоится открытие нового девятиэтажного корпуса и масштабного спорткора. Прием документов КПДН проводится до 25 августа. Продолжение следует...